коллектив всем привет интересная работка сегодня покажу как будем делать карбоновую крышу у нее значит завода есть проблема спустя там 5-6 лет на солнце слазит заводской ламинация заводская сейчас вырезали стекло до этого сняли все воздухом водой лезвием все покрытие теперь просто вот этот порох достаем из сот до вот такого в принципе состоянии торцы срезаны лезвиями сейчас 240 наждаком пройдутся и машина будет заезжать в камеру на подготовку к лакировкам там двухэтапная работа первое с жидкой шпатлевкой прозрачной специально для карбонов второе с лаком специально для шпатлевки которая идет по карбону так крыша подготовлена стоит в камере сейчас пойду покажу что там с ней сделали шпакло я в банке перетелепал интересный такой розовый цвет но меня предупредили об этом сказали все будет нормально типа не переживай она слое на крыше цвет карбона не поменяет так чтобы это визуально можно было увидеть плюс служишь будет не такой жирный как как на лопатке в общем смысл в чем у этого продукта он заполнит волокно связку карбона даст туда уплотнение и следующий слои именно лак не сможет уже дать усадку потому что все карбоновые крыши некрасиво видно усадку вот эту вот вот эту вот и она не особо смотрится так у нас тут два два с половиной процента от вердоса мне нужно на крыше наверное грамм 300 именно в граммах дело лучше чуть больше разведу чем не хватит так 346 если уже грязные и 2 процента это 6 но нальем грубо говоря 7 грамм специальный отвердитель так 7 и 2 грамма отлично к этой шпатлевки существует разбавитель но разбавитель существует его у нас не не было продавцов я не торгую этим товаром мне он не особо интересен вообще не ходовая позиция как таковая в кузовном ремонте но как как сама по себе позиция очень интересная штуковина начинает меняться цвет на желтоватый короче не существует разбавитель свой него не было и тогда его можно наносить хоть из грунтовочного пистолета тонкими слоями у нас же есть усаголы давление в бачок у такой вот монстр будет и он будет подавать избыточное давление в бачок чтобы можно было материалу даже очень густому элементарно из бачка вылетать процеживаем обязательно очень густой продукт как водная база прям хрен продавишь ну конечно то я слишком сказал водная база не такая вязкость ух прям густенько короче сейчас мы туда сцеживаем и бегом бегом идем в камеру потому что все эти продукты полиэфирные эпоксидные всякие чем больше объем тем быстрее она сохнет то есть в слое тонком сохнет дольше нежели в стакане так смотрим у нас все замешано смешано надо не за не затягивать обдуваем антистатом все вычищено насколько возможно но видно как снимались слои я такую крышу же дело правда через другой грунт это все скрывается обдуваем антистатиком потому что карбоновая крыша офигенно на себя статику набирает обдуваем машину всю хоть это и шпатлевка ее потом можно будет перечухать но все равно чем меньше каких-то ворсиночек тем легче работать есть и подключаем ствол выставляем небольшое давление о тут еще надо с подачи определиться продукта для меня новый ну что ж с богом я понял делаем ратата да абсолютно прозрачная это хорошо все ну как раз должно хватить не знаю буду делать еще проход или нет посмотрю этот подсохнет минут через 15 зайдем и тогда приму решение а может даже и не хватит я не хватит значит сейчас пойдем еще разводить до идем еще заме сделать короче сделаю замес остаток банки просто замешал куча да и все вылью ее сюда грубо говоря почти килограмм сколько там в банке есть весь уложим так сейчас перекур 5 минут посмотрю как она себя ведет и дальше продолжим но я сомневаюсь я прям всю ее выли туда так пять минут прошло боюсь чтоб стакане ничего у нас не замерзла ну видно то ли воздух это то ли в самом шпакле какие-то как микро катышки видите как сколько мусора как будто но она у меня такое было когда я карбоном крышу покрывал воздух выходил из волокон это было свежее полотно это же завод ну ладно видно короче усадку заливаем чтоб еще слой был ух прям шагрень стилю крупняк говорят что эту шпатлевку можно пилить начиная с 240 нет вы знаете баночка вот она и баночка шпатлевки осталось грамм 50 на это воздух из волокон карбона выходит это выходит воздух значит сейчас подыму температуру в камере чтобы по максимуму воздуха успела выйти пока шпакло не закроется да прям видно как она бульбушки отстреливают в камеру точно не будет видно в живую видно интересный процесс все пока что ждем сушки сейчас просто подыму температуру до 60 пусть ее под зажарит и на улицу выгоню мне нужно чтобы она просто просохла пару дней хотя типа 4 часа написано пофиг пару дней мне нужно максимальная усадка чтобы произошла перетереть и залачиться так ну что сейчас расскажу что у нас там происходило с крышей не снимал не показывал потому что славик начал колупать и говорю слушай я тут погибну на крыше и растянулась короче перетирка крыши на два дня шпакло высохло в течение полутора суток на солнце еще прожарилась крыша постояла перебивалась очень туго первый слой чуть забивал но то даже не забивание дело кубитрон начали типа 320 320 не верет 240 так себе 220 работает 10 секунд потом полирует 180 то же самое работает 10 секунд полирует короче в общей сложности вводили примерно ну полторы пачки кубитрона то есть штук 70 на эту крышу в общем я имею там 180 220 240 320 400 и 5 соткой добивалась все потом еще вручную оселексом добивалась 600 ну вручную миду машиночка вот этими квадратиками оселексом короче это это жидкая шпатлевка прозрачная настолько крепучая вот она дала усадку это круг круто конечно что она дала усадку все все классно больше ее не будет я так понимаю с такой крепостью но подготовить эту шпатлевку под нанесение лака дальнейшее это просто ад поэтому кто будет сталкиваться готовьтесь это удовольствие еще тот в общей сложности два дня понадобилось ну если взять глобально полный полный рабочий день но реально ну там той крыши фиг да нифига туда ляснулась банка шпатлевки и два рабочих дня по перетирке ну это капец теперь берем лачок на не знаю наверно по полничку шарахну стаканчик 1 2 перемешали залили и погнали так в общем стоит проблемы она даже так видно вот где уже сил не было что-то тереть там дотирать то есть рисачок барашек вот этот мелкий то есть наждак работает ровно вот вот этот ширина 150 машинки от ровно такое расстояние работает наждак все потом он полирует неважно 180 это 240 там 500 пофиг вот такая вот ерундистика поэтому такое честно говоря вот я третий раз уже делаю карбоновую крышу и вот это вот первый раз именно по технологии которая сделана для карбона сугубо материал честно скажу больше наверное не возьмусь по этой же технологии делать потому что существуют другие технологии которые чуть чуть попроще получаются и с ними чуть-чуть поудобнее работать играла а Sí Japan играет с Sony играет亮 играет alk什麼 играет 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 еще самое что получается неудобно не то что неудобная мне не понравилось цена материалов на эту крышу получается больше сотки баксов только материалов это без рабочего времени без камеру сугубо шпакло лак наждак вот сотка баксов даже чуть там больше это как бы знаешь как по мне так дофига просто будет забыл понеслась плачать буду тонкими проходами в три слоя там написано либо полтора либо два но я сделаю тонких 3 первое Продолжение следует... 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 Да, что-то не зашло у меня с этим материалом... Какая-то хрень, если честно... До этого две крыши сделал... Вообще никаких вопросов... Это что, крыша под полировку пойдет еще... Твою мать... Это вообще очко какое-то... Твою мать... Короче, больше даже не буду... Экспериментировать с этими спецпродуктами... Сука, для карбонов... Уже была у меня... Мать его откатанная технология... Но это очело вообще, блин... Просто именно очко... Это все под перетирку... И под еще одну перелакировку... Ой... Сейчас покажу, что я буду делать с ними... С этими кратерами... Берем вот так... И работаем с ним... Как с обычным... Кратором... Когда это что-то грязевое... И единичное... Только это явно не грязевое... И, блин... Ни хрена не единичное... То есть я их сейчас... Позатыкиваю собственным лаком... Подожду минут 20... Разбавлю еще лачка... И приду сюда... Будем ее побеждать... А вот... Заливал-заливал... Пофиг... Походу какие-то поры лезут через это шпакло... Потому что воздух из ниоткуда взяться не может... Когда я натягивал на М8 полотно на крышу новое... Там такое происходило... В первых трех слоях смолы... Но это хотя бы было понятно... Почему... Тут же... Какого хрена... Я вообще не пойму... Это капец... Это, блин... Еще один день работы в жопу... Просто... Именно в никуда... Поры продолжаются... Я тут... Поналивал... Завтра будем сушить... Послезавтра все чесать... Наливаю еще слой... Чтобы было... Чего тут вот... Сушить... Чесать... Капец... Просто... Капец... Честно говоря... Я уже жалею... Что взял... Эту технологию... За основу... Дорого... Геморройно... Так еще и... Не с первого раза... Убираю... 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 Продолжение следует... 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 она нам будет подсказывать это как проявка в двух словах если сказать по отвердителю, по всему остальному все как обычно все оставляем высыхать и после высыхания будем приступать к перетерке уже сушить ничего не будем так, бросим ее грубо говоря на часок пусть постоит шпатлевка из лага ух ты какой красавец потянет отвердос на себя типа лишний, ну это как голосить теория лично не знаю, не вижу как отвердос куда-то там выступает переходит, ну так голосить теория дедов наших которые с этим делом воевали всегда таким способом короче, минут 40, час и перетираем мы приступаем к работе я беру 240 не буду чухать там где я шпатлевал соседние скотчем тут подзабронировали чешем пока рядом шпакло не начнет проявлять нам основу то есть шпакло у нас как защитная прослойка я пилю без пылесоса чтобы у меня брусок не гулял полный контроль нужен у меня понятно, что где-то рядом поцарапаем но по крайней мере это будет контролируемое царапание все ну оставляем еще на 320 чуть-чуть все шпакло буду убирать 320 и 400 и все идем далее вот такая форма получается 240 теперь 320 и продолжаем убираем остатки шпатлевки и ровняем убираем риску отлично забивает зараза в таком плане значит что сейчас получается с той стороны перетерто под 320 здесь сейчас стоит 400 и мы выбиваем рисак и такое же действие останется с наждаком 500 и 600 очка уже вручную пройдем торцы уголки замотаем серым сквозь братиком подмотаем и под лакировку то есть осталось буквально работы минут не знаю на 20 ну что приступим так все готово обезжирена погнали так 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 сейчас кину вообще пыль легкую поскольку уже лак на лак чтобы у меня была хорошая такая адгезия к структурке 5 минут и будем лить полный чтобы торец у меня не потек потому что лак на лаке на торце течет а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну вроде сейчас все красиво. Даем 15 минут и я кину еще один полный слой. Последний слой. Поехали. Продолжение следует... 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 Все, теперь то что надо, есть пару соринок, уберем. Сука, я тебя победил. Ну что, закончили крышу, бороться с ней. Получилось хорошо. Хотя в плане результата мне понравилось даже больше, вот именно конечный результат, нежели мы делали привычными нам материалами, но сложность работы с этим продуктом, конечно, ну просто конская. В общей сложности погибло у нас, ну возьмем так, полноценных три рабочих дня на нее ушло. Блин, полторы пачки наждака кубитрона лягло. Килограмм шпакла этого жидкого и комплект литровый лака, специальный для вот этих вот крыш. Без учета резки стекла, себестоимость продукта я прикинул где-то в районе 150 долларов. Это без учета резки стекла, клеев, всего остального. И три рабочих дня. Там уже можно высчитать, сколько это должно стоить. Но результат хороший, мне нравится, очень нравится. Тут где подпиливали, выпиливали. Все нормуль. Ничего такого явного, чтобы было плохо, криво, не видно. То есть через шпакло вывели, все нормально. Блин, ну красиво, прям аж самому нравится. Я думаю, клиент будет доволен. Я, возможно, эту машину еще увижу. Через некоторое время эта машина моего постоянного клиента, ну она у нас не постоянная, потому что ту-ту-ту, чтобы не залазить, ездит, все нормально с ней. То есть никуда не приземляется. Может быть, как-то, или я к ним в гости заеду, я посмотрю на эту крышу весной, к примеру, что с ней произойдет, будет ли усадка или нет. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Там мы их обсудим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok